Место действия – Москалинская детско-юношеская спортивная школа. Ведущие лыжники Сибгувка доставили из Омска огонь 46-го праздника Севера. Тут факел будет только проездом. Его пункт назначения – стадион молодежной Василькули, где и пройдет сельско-спортивный праздник. У нас создан, соответственно, определен, вернее, центр тестирования. Далее определены судьи, которые будут работать в этом направлении. И вот сейчас второй этап, соответственно, этап выполнения нормативов ГТО школьниками. Но в рамках областной олимпиады делегация протестирует ребят на нормы ГТО. Спортивная молодежь без пяти минут выпускники охотно подтягивались, качали пресс и отжимались. Всего норматива четыре, обязательных два. Ты сам определяешь, какой результат хочешь. Высшая планка – золотой знак отличия ГТО. И его обладатели получают немало бонусов. Предполагается, что вузы Российской Федерации будут добавлять к тестированию по ЕГЭ от 1 до 10 баллов. Это очень серьезная мотивация. Даже один балл в такой сложной конкурентной борьбе для выпускников, для бутурентов имеет очень большое значение. Самым сложным нормативом, по признанию ребят, является подтягивание. Но при хорошей физической подготовке претендовать на золото просто необходимо. А в таком спортивном районе, как Москаленский, вполне могут появиться золотые знаки отличия ГТО, которых в Омской области пока семь. Для нас это несложно, потому что мы сами спортсменки, сами постоянно тренируемся. В школе также сдаем периодически нормы ГТО для общего развития и для физического состояния. Ну, для чего пришли? Потому что, во-первых, поддержать физическую форму свою. И это сейчас учитывается очень важно при поступлении. Приняв ГТО-экзамены, факелоносцы направились в Василькуль, где впервые за 46 лет пройдет зимняя областная олимпиада.